здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях депутат московской областной думы лидникова антонова наша постоянная гостья чаще всего мы говорим на тему ну скажем так связанные начинают жкх до или так начинают образование детей до заканчиваю жкх разными дорогами все равно к жкх приходим но так как сегодня с нами рядом еще и заведующий ливерским кривейским музеем ольга николаевна засыпкина то как вы понимаете речь пойдет о том что как вообще как депутатская работа начнем с этим связано с культурой сегодня потому что действительно жкх проблемы человеческие а вот для того чтобы люди ну хлеба ши зрелище нас то есть вы больше хлебом занимаетесь а люди иногда хотят зрелищ но каких вы знаете что был хлеб надо что был человек который умеет это делать на всех стадиях поэтому если вот обратили внимание сейчас ну как всегда мы говорим времени простое новые вызовы это все правильно посмотреть где сейчас место куда стремятся люди театры все полны концертные залы полны люди слушают музей и художественной галереи стоят очереди это и раньше было но мне кажется вот такого повышенного внимания людей к этим отраслям все таки именно сейчас прослеживается я думаю то почему потому что человек ищет точку опоры и как точку силы после чего при общении к прекрасным да когда человек может сказать да вот сутки я убеждаюсь в этом или вот эти сомнения меня одолевают но еще и старая тема очень важная тема наших детей потому что не спас повестки дня не уходит вопрос а как вообще быть с детьми которые не слушаются но это мягко сказано о которой агрессивно агрессивные которые не хотят которые как бы вроде получают удовольствие если делать что-то плохое в нашем понимании да и вот вы знаете я так подумала что очень интересно послушать человека который посвятил себя созданию прекрасного и я уверена что вот моя коллега спасибо что она приняла мое приглашение николаевна она видит что многие дети через навык которые не получают ваших мастерских музейном деле музейный педагогик делает есть направление они не просто это он учится делать они через это свои эмоции проецируют и выход идет и гнев и депрессии уходит и появляется позитивно я научился я могу да приходит положительные эмоции ходит положительным навыки конечно иметь если это сделать чем раньше то есть если ребенок с детства с самого детства прям вот с маленького возраста приобщается к искусству то вокруг него появляется точек чему него душа лежит он выбирает скрипка живопись подделка но много чего но если он это умеет и хочет делать но очень уменьшается возможность риска развития такой агрессивности или такого девиантного поведения которое приводит к плохим последствия к самым причем плохим и вот тут я подхватываю я кстати сейчас вспомнил ну на себе всегда проецируем вот в наше время были очень популярны конструкторы всевозможные и железные еще до появления всех пластмассовых вещей не будем называть компанию но именно вот мы все время за я помню с гаечным ключом то машину то еще что-то мастерили почему потому что это не это не убивание времени да а это какая-то задача который ты должен выполнить потом насладиться своим трудом мало того терпения до регулируются и вообще многое много ольга николом мы тоже должны вас представить сразу же такой вопрос что это за такой замечательный наряд так все ходят в кривическом музее нет нет у нас уже началась масленичная неделя длинами папахи да 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 мы с 20 по 26 масленица но мы не успеваем поэтому объем очень большой чтобы всех принять мы эту программу ведем в костюмах понят но давайте мы сразу же расскажем что вы к нам принесли потому что у нас в хорошем смысле слова висит ружье да много всего да это собственно говоря элементы вот тех мастер-классов которые вы проводите то что делаете конкретно вы как автор правильно прида и действительно как правильно было сказано музейная педагогика это что такое музейная педагогика это начнем с мастера потом леди николаевна подхватит искать теоретическую часть теория без теории мы конечно никуда музей это части теоретическая и всегда она достаточно нагруженная чтобы ребенок проще воспринимал легче и в него оставался эмоциональный след и кроме эмоционального следа у него может остаться вещь которую он принесет домой о котором будет помнить он знает что он ее сделал стилистики обязательно не просто она не просто игрушка можно купить раскрасить и родители говорят ну хорошо мы возьмем набор мы распишем это по-другому в заключении в педагогике это поэтапное погружение хорошо это дедушка дедушка сидит он сидит на пенечке причем это парная композиция они вдвоем делают это с бабушкой да 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 каргабульская роспись до дымковская бабушка в какое в каком платье какая шапка какой платочек я специально одевая платочек специально даже показывал волосы можно и нельзя это тоже загадки идут это традиции которые должны дети с малых лет воспринимать и понимать что отношение к семье бабушка дедушка это действительно к старшему поколению до через поколение как она относилась какую роль они играли в семье хотя это люди же в возрасте до хотя семья мы сейчас поговорим а вот сейчас все таки но потому что игрушка такое слово все таки да как бы игрушка но тем не менее вот такие народные промыслы да это больше чем игрушка да это такая вот может быть даже хорошем смысле слова человеческая игра как надо правильно играть свою жизнь да вот ли николаевна я возвращаюсь к теме музейная педагогика сейчас много разных педагогик придумывают вот я например арт-журналистику и виду да то есть есть опять же то что вы говорите люди в музей приходят картины видят некоторые вот так их читают почему айвазовский знаю так там какой-нибудь этого не знаю о поленов знаю да и только потом смотрят не сначала смотрим а именно то есть это же еще и культура восприятия самой кстати культуры такая игра слов и так музейная педагогика как это знаете цель педагогики как науки это воспитание человека это формирование личности которая умеет и сама получать знания и через учителя педагога сегодня который является больше навигатором там что много есть других источников но истина гласит что всегда добиваемся мы цели тогда когда объединяем например педагога и воспитанника общем дел человек как бы становится вовлечен в действие совместно и вот музейный педагогик это делает через различные проекты знаете есть такой интересный проект уже не первый год в разных музеях я это видел и в эрмитаже и в москве у нас когда приносят совсем маленьких деток но можно сказать их красивом зале где кругом картины звучит классическая музыка они вот на пол на ковре и люди обученные педагоги как вот 15-20 минут максимум зависимости от возраста ребенка как их вовлекать вот в тот мир который их окружает чтобы они не просто смотрели по сторонам а знаками музыкой словом понятным этому ребенку их начинают вас воспитывать воспринимать это прекрасное сегодня многие родители используют элементы дома когда они маленькому ребенку буквально там с первого месяца его жизни они просто читают в течение какого-то времени стихи пушкина то есть музыка стихов пушкина она формирует мышление ребенка но это уже доказано что например моцарт я музыка моцарта излечивает или музыка моцарта делали различные опыты до растения лучше растет и так далее коровы даяться там и так далее все живое воспринимает по-другому и дальше это не просто вот ребенок пришел там и посмотрел на картину и ушел а вот если есть педагог дает творческие задания за это было в советской школе я училась вот в малаховской школе который часом чистое у нас была замечательна учительница русского языка сан григорьевна и за из ранцево и она давала нам такие задания что надо поехать эти курскую галерею посмотреть вот такую-то картину такого-то художника и написать что-то испытывал когда-то стоял перед этой квартире картины вы знаете я помню такие задания и помню что вот моя мама например очень у нас большая библиотека всегда была целые были разделы книг посвященных искусству то есть не просто посмотреть съездить прочитать про этого художника посмотреть какие у него были тенденции сделать и потом уже сделаешь да и наверное это очень пригодила жизни потому что это очень такая аналитическая работа и не просто так то все готовенько включил как сейчас компьютер и тебе а надо было самому дойти до станции съездить на электричке так далее то есть это был целый процесс и будут подхватываем ольгу михалам я так понимаю что здесь еще важен момент одно дело но казал игрушку но красивые да дети по-разному реагируют кому-то дедушка понравился кому-то свистулька кому-то еще что-то но тут же самое важно самому сделать то есть сделать было как части все как как меняется реакция ребенка после того как он сам делает вот просто увидел и сам делаю здесь такая ситуация очень интересная здесь нельзя сказать что ребенок сделал плохо он всегда сделал хорошо это понять нет очень переживают это если я сделаю нехорошо если некрасиво то есть где-то я помогаю все равно вы можете сделать это только у вас она будет она будет уникальная можешь ручная работа это действительно старт того что ребенок может вот поверить свои силы и пускай ты нарисовал чуть-чуть заехал они очень-очень стараются они чем переживают как нарисовать как красиво но это вот маленькая хотел на примере большой большой игрушки дымковская роспись это действительно много элемента много действительно сложная и насыщенная кто делал такую игрушку ведь не делали крестьяне уверение крестьяне делали не дворяне но как это с какой любовью показано какая красивая жара турбина да женская фигура красиво надет по всем канонам и юбочка все правильно и ручки у него рукавчики но здесь не на прорисованы перчаточки обязательно шапочка зонтик с чем она гуляла как она ходила как она проводила время и образец как хотелось бы выглядеть какой-нибудь крестьянской девушки даже да не всегда они вы они изображали своих хозяев очень красиво очень к это женский образ он подчеркнулся он нежный он теплый они переносят это но и вот тут важный момент до рекламу что когда я помню все мы когда-то были углов и история оказалась кому она нужна но математика еще ну надо же как-то складывать а история что и так далее проходит какое-то время к ты погружаешься может быть потому что у нас немножко другое было идеологическое направление там почему-то считаешь надо вдалбливать вот а здесь ведь другая история через игрушку через народные промыслы через традиции через одежду то есть в общем-то и начинается познавание исторического своего прошлого верно на когда учащийся приходит в музей и когда он может соединить знания исторические который получил на уроке с литературным произведением или художественным произведением или через игрушку игрушка ты вот вообще великое средство то есть игрушка это везде это все вообще на самом деле наверное человек бы не стал человеком если бы у него не было игрушки потому что если говорить о том что на практическая польза многие думают ну зачем баловство на самом деле это формирование очень многих черт характера вообще мыс мысли мировоззрения поэтому вот смысл в этом чтобы ребенок в галерее художественной в музее был вовлечен в действия было вот конкретно в нашем музее на мастер-классах которые проводились для детей родителей вот давайте мы здесь делаем паузу как раз сам мастер-классах более подробно сейчас уже поговорим почему собственно говоря и возникла такая наша встреча напомню что вы смотрите открытый диалог и сегодня мы говорим с депутатом московской областной думы из заведующей краеведческим музеем а самым важным о том чтобы ребенок познавал историю не только с помощью учителей книг но и со собственными руками создавая какие-то элементы из прошлого как бы почувствовать как это было в ту эпоху через некоторое время вернемся напомню что эта программа открытый диалог депутат московской областной думы леди николана антонова присутствует здесь и ольга николаевна засыпкина заведующей либеретским краеведческим музеем и вот мы во второй части говорим собственно говоря о мастер-классах такое современное название мастер-классы бывают разные здесь именно мастер-классы связанные с музеем вы пришли в музей и что вы видели да я пришла в музей и увидела проект музея посвященные вовлечение детей причем в разных детей детей которые требуют особой педагогики вы понимаете о чем я говорю они пришли с родителями со своими наставниками и были даны задания вот разработать рисунок правильно его красками раскрасить да или например создать игрушку и вот мы видели как а дети действительно чем одни николаевна говорил как они трепетно относились потому что первых он не один круглый стол и достаточно большое количество детей они могут сравнить свои результаты и вот здесь очень важно до чтобы наставник музейный работник данном случае ли человек который занимается дополнительным образованием в кружковой деятельности музея чтобы он поддержал ребенка потом немаловажно что вокруг него атмосфера искусства да то есть атмосфера это музей это и картинная галерея может быть то есть вот здесь воспитывает волшебство какой-то он немножко отвлекается от обыденной жизни и более тот ребенок который например ну знаете бывает поле повышенная нервозность или какая-то вот такая неумение к сконцентрироваться пока моторика плохая моторика и он из-за этого переживает и так в школе его все время дергать что он неправильно сидит повернись а здесь другая обстановка здесь они сидят не как бы не за партами они сидят могут видят друг друга то есть сама идея в том чтобы вовлечь ребенка в действие общее и дать ему возможность почувствовать что его вот эта энергия она невольно пойдет на созидательное дело ему не нужно вертеться потому что никогда потому что он должен сделать сделать если если ему это интересно если его правильно объяснить что он будет делать и что он сможет есть сегодня не получится получится завтра сегодня он достиг вот этого уровня он научился смешивать краски там завтра он научился если там вот я видела гончарная мастерская то есть нет ребенка такого которому нельзя ничему научить 1 можно научить многим функциям а другому быть одной-двух но он будет мастер мы сейчас еще вернемся к этому разговору а сейчас ольга николаевна вы так рассказывайте показывайте потому что напомню что у нас в студии сегодня реально это не музейные скажем так иногда честно говоря вот если так не скажешь кажется что это уже этому лет сто как минимум я такой вопрос в эти мастер-классы готовить и есть какие-то разработки дарость вы абсолютно показывайте какие-то игрушки давайте попробуем что-то подобное здесь как это работает технически технически у нас есть экспозиция и на экспозиции когда дети приходят действительно чтобы это запомнилось вот по педагогике тогда что сделал своими руками в теме очень хорошо именно в памяти остается по русскому быту хорошо бабушка с дедушкой до дымковская роспись встает вопрос а что можно сделать более сложное ну да пойти так дальше дальше до динозавры пожалуйста то что осталось у нас черепахи до сих пор живут со времен динозавров и фактически не изменились и разные техники используются даже такой талисман можете придумать да и рассказ про черепах как живут черепахи какие виды чем питаются огромные большая очень экскурсии и по природе природа родного края птичка синичка в люберцах достаточно много видов обитает а найти лазорику лазоревку это фактически как увидеть падающую звезду с неба можно загадывать желание да на голову эти риск да красивая птичка и еще желудь здесь палочкой она ставится в горшок шагами да то есть это на память более сложная тема но космос для люберец это отдельная но для люберец другая отдельная история белка и стрелка и стрелка барельеф был разобротан мной и моим мужем специально сделан такого второго нету мы искали форму мы не нашли мы сделали белку и стрелку вылепили нет и делилось специальный барельеф который не забирает домой ну вот что интересно да казалось бы белка и стрелка ну там 60-е годы космонавт это 60 по нынешние времена но мы делали фильм и видели так интересно ты идешь мимо этих скафандров вот этот гагарин николай терешков да там еще потом и ты как будто бы в космосе был хотят находишься в люберцах тоже полезная история знаю что тоже туда много будет ребят но вот или николаевна считается что есть талант но то есть такая фраза есть талантливые талантом нужно помогать до бездарность там что-то сама предали но я очень часто спрашиваю к нам приходят певцы например танцоры но люди время виду ребята которые учатся сейчас дополнительное образование секции кружки вот в общем то наверное ребенка можно научить всяком если правильно поставить задачу вот а талантом потом проявится так так и понимаю или есть люди которых ну не заставить вот делать эти фигурки дети здесь вопрос стоит не не в заставить а вопрос стоит чтобы своей творческой энергии и заинтересованностью педагог смог вовлечь ребенка передай сам захотел это вот такой педагогический секрет да но на самом деле мне кажется что каждый родитель вот мой совет не ограничивался бы набором каких-то знаете но как стать модных таких направлений обязательно иностранный язык обязательно там спорт знаете вот сегодня у нас такой крен идет мы стремимся в школе сформировать человека который грубой напичкан большим количеством знаний но понятно надо сдать егэ я никого не осуждаю менее циклопедия всегда работаю если мы задумаемся о том а как сделать так чтобы он вырос порядочным человеком чтобы он вырос добрым сыном или дочкой и не отдал себя потом в дом престарелых а ухаживался за мамой ночью понимаете вы вырос хорошим человеком вот поэтому мне кажется что особенно в детские годы может быть потом это уже у кого-то останется как хобби детские годы надо все-таки дать ребенку почувствовать и хотя бы в каких-то в людных пределах занимать чтобы он позанимался музыкой не обязательно пройти весь курс музыкальной школы сейчас есть много дополнительных кружков которые показывают красоту музыки рассказывают о композиторах и элементы обучения на той или ином инструменте потому что если человек это в детстве воспринял он всегда будет понимать но в той или иной степени музыку и захочет прийти в консерваторию захочет прийти послушать народный хор второе направление конечно живопись потому что если ребенка с детства самого детства не как сказать не заинтересовать тем что это не просто картинка а это восприятие того человека который это создал и какие эмоции возникают у тебя и хочешь ли ты под сделать подобное возникает еще вопрос я вижу ульга николаевна вас есть игрушки еще это понимаю как там шить надо да это не обязательно это девчачьи нет вот это они совсем другие это кукла подорожница в дорогу для хорошей и ровной дороге почему говорили скатертью дорога я не слышал чтобы это было хорошо да да в дорогу у нее в руках причем руки ничего не режется все отрывалось каждого скуток открывается ножницы не используется завязали веревочку раз оторвали но обязательно узелок вот что в узелок вы хотели взять могли сюда пшено гречку что-то с собой пойму жена я бы хлебушек кусочек и с собой в дорогу брали чтобы действительно было скатертью дорога я так понимаю что тут еще открываются такие вещи которые опять же детки да кстати тут и взрослым было бы интересно да на самом а слава не потому что у нас были тоже разные представители ваших коллег это действительно часто делается без ножниц то есть просто вот правильным подбором материал и так далее а это уже какая-то кукла рыночная такая да вот вот я не веду вот такая вот это когда всякие против представления показа нет масленица масленичная кукла такой использовали на палочки делали с ней ходили потом у не не такой же галь сжигали побольше чтобы действительно была хорошая весна ранняя весна уходил мороз это маленький для детей на палочки традиционные они они большую куклу нам покажите а не может она так прям просится к нам я хотела так а вот такая соломенная да да они обязательно из ткани могли сделать из полена могли такой сделать из мочала почему бы нет и руки делали это кстати еще вот такой момент то что например я тоже со своими студентами делаю то чего мне кажется сейчас вообще очень мало не хватает ассоциация ассоциативный ряд это то что вы говорили что ты видишь и самое поразительное что увидев эту куклу вот мы даже взрослых людей пригласим каждого будет своя какая-то ассоциация и даже сам автор в данном случае ольга николаевна она будет удивлена что создан такой шедевр еще вот такой вопрос по поводу вы уже к родителям обращались а что с точки зрения но мы же не забываем что вы депутат как там на большом уровне относятся к музейной педагогии и вообще чуть к воспитанию через культуру я сейчас поясню нашишь как у нас либо все разрешают на каком-то этапе потому что раньше было запрещено либо потом опять начинают что-то запрещать ничего особо не объясняя просто говоря что это вот неправильно и ведь когда любой турист приезжает в какой-нибудь час кстати во многих городах я бывал создает такие русские деревни зависимости и не обязательно русские до в зависимости от региона и ты попадаешь прям говорят здесь пшено хранилось здесь значит стоило было а здесь вот какой-то большой стол единственный большой стол деревне и вот везде стоят эти и ты хочешь не хочешь ты вот отдайте-ка я куплю пусть меня будет дома воспоминания об этом вот как сделать так к чему я так долго это веду чтобы это было вот так легко непринужденно чтобы никому не заставлять чтобы это само шло но знаете вообще сегодня ничего не запрещает ни одного образовательного учреждения не вводите не использовать методы музейной педагогики не использовать методы а вот народного фольклора народных прикладных искусств опять-таки музыка живопись и так далее у нас кстати в наших школах в люберцах есть и музеи кукол и причем узнать вот в этой школе рекреация позволяет там огромная стена стеклянная фактически там приносили люди жители этого микрорайона разных кукол начинают там с целлюлоидных и заканчивая самыми современными вопрос в том что очень важно чтобы был педагог который умеет это сделать и был подготовлен вот в этом плане все педагоги которые получили образование в колледжах там есть эти курсы и они обучены этому я помню что в свое время теперь я заканчивал педагогический университет нас от меня учили и вот это приходилось как бы набирать по ходу но теперь это уже семьи это было перед сегодня это доступно то есть принципе знаете вот опять-таки по практике лично знаю что не всегда учителю удается завоевать внимание ребенка через предмет но не хочет он изучать этот иностранный язык или вот физика не интересно вот в моей практике я завоевала авторитет и любовь детей как раз через дополнительные занятия через организацию их неурочной деятельности то есть я вот еще раз повторю что когда родители задают вопрос как быть с ребенком который вот мешает учиться в школе предстает ко всем не умеет себя вести я кажется дома все делаю а он у меня вот такой значит пропустили время вот это надо начинать делать с детства поэтому обращаясь с тем родителям которые еще не начали в любом случае пора или и обязательно найдется направление которое ребенка привлечет вот на этой замечательной ноте мы завершаем наш сегодняшнюю программу большое спасибо напомню что у нас в студии были так московской областной думали николаевна антонова и ольга николаевна засыпкина заведующий любилецким кривейским музеем кстати приходите в музей 400 лет люберцам я думаю что впереди много всевозможных интересных вещей и возможно у вас когда-нибудь на комоде на старинном дедовском комоде появится игрушка изготовлена вашими собственными детьми или вашими внуками спасибо огромное это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания